Вот теперь лучше. Ага, здравствуйте. Здравствуйте, кто вы и откуда назовитесь? Роман Половиков, я из города Муром, Владимирская область. Муром. Так, у нас всё записывается, выставляется интернет, вы не против? Нет, я знаю. Я вас слушаю, пожалуйста, говорите. Вот вы говорили, что крещение это ещё не рождение свыше, вот вопрос такой. Я говорил, что крещение является завершающим, третьим этапом рождения свыше. Вот как я говорил. А в церкви пришёл просто так, лох помощили, никакого рождения нету. Какой был, такой и вышел. Он такой же, человек не меняется. И надо трудиться непрерывно, духовный рост, чтобы был. Видно, что у тебя перерождение было. Ну это понятно, вот если, допустим, младенец, его крестерён, как, рождён свыше или нет? Да он ничего не знает, рождён, не рождён. Тут вопрос даже не ставится, лишь бы был крещён. А крещение-то сегодня детское всё под сомнением. Потому что его никто не думает учить. Крестить надо только в верующих семьях, где думает ребёнка крестить, причащают. Тогда можно спрашивать. А так что спрашивать? Деньги заплатили, ушли. Нарушено три условия. Это другой уже вопрос, понятно. Просто вот ещё лекцию слушал Геннадий Фаста. Он говорит, что вот если крещён, даже вот в детстве там, то это тайство действительно, но пока ещё не действенное. То есть так же, как и рождение свыше. То есть покрестили, он как бы родился, но пока ещё не действенное. Действительно, но не действенное. Да. Он сам должен теперь, придя в возраст, начать определяться, на какую сторону встать. Понятно. Вот ещё цитата из Иоанна Златоуства. Крещение просто отпускает нам грехи, не просто отчащает нас от беззаконий, но так, как бы мы вновь родились, ибо оно вновь творит нас и образует. Вот цитаты вычитал. Во времена его крестили взрослых. Он сам-то в 21 год крестился. И Василий Великий так же, и Григорий Богослов. Тогда было такое представление, что если человек согрешит после крещения, то нет прощения. И они оттягивали крещение до смертного часа, как Константин, император. Вот ещё вопрос такой насчёт третьей заповеди. Не упоминай именно имя Господа в суе. Да. Вот как бы развернуто, такой ответ я не нашёл в интернете. Ну, простое. В суе, то есть напрасно, когда ты Господа даже не представляешь. Упала, допустим, какая-то лепёшка со стола, а тут бабка, ох, Господи, упала опять. Ну, Господи. Я оттого и хотел сказать просто таковы. Ты позвал Господи, добавь, чего хочешь, Господи. Ну, тебя зовут, допустим, Роман Абдул. Ну, Роман, ты чего? А я никаких. Через минуту опять, Роман. И ты уже на десятый раз скажешь, ты говоришь, что надо, что ты путаешься-то. Ну, вот понятно. Просто почти, ну, вот большинство вот кого слушают, через каждое слово там, что не случилось, Господи, Господи. То есть, ну, просто так впустую вот. Там, можно я там возьму ручку? А, да ради Бога. Ну, ради Бога это не означает, что не поминай Господа. Именно призывание. И вот лжесвидетельство, клянуться. Клянуться, призывая имя Бога во свидетели. Вот где беда какая. А я Бог свидетель. Бог свидетель, что ты солгал. Вот что можно будет сказать. Понятно. Поэтому евреи, они хитрые. Они имя Бога не упоминают, а Б напишут, маленькая черточка, и Г. Букву они пишут и думают, что не Бог. Вот еще такой вопрос. Про Масленникова я ролик у вас посмотрел. Да. То, что там про Филиокова вот это. То, что там ведь соборы были. Они же там было принято, чтобы ничего не добавлять, не убавлять. Католики, получается, добавили. Ну, что добавили-то? Если сразу приняли, не рассмотрели-то. Они не добавили фактически. Это по слову Божию так и осталось. Это половина святых отцов так и понимали. Мы не можем человеческий, допустим, его составили. Это не в Библии. Библия говорит о том, что я от сына исходящий. Ну, и уперлись на это. А там посмотрели. А почему нет? Если мы ошибаемся, и те, которые сидели, просто вперед не смотрели, что это может быть. Там голосовали на соборах за такие вещи, которые очевидны и понятны. Прямо открытым оком видно. А нет, надо было голосовать веками, ждать. Простое слово, единосущие, семь столетий трясли. Не знали, как доказать Троица. Слова Троица нет у его. А Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой. Надо показать, что не насущая, не раздельная Троица. Это не просто так. Это мы уже издали веков этих смотрим. Нам кажется, что же они не могли так? Ну, они так вот постановили. Постановили, но их обвинять-то тут не в чем. Слово Божие подтверждает. Если они так постановили, не глупоишь, наверное, выводится. Ну, я говорю так, как и тогда было, и как на это надо смотреть. Мне так разницы никакой нет. Я православный, я считаю, и же от Отца исходящего. А там, если они это рассмотрели, надо было принять, и пускай так они считают. Никакого греха в этом нет. Мы не меняем. Ну, понятно, да. Да. Так. Ну, вроде бы вот то, что хотел услышать. Ну, вопросы были. Хотел. Так. Мне жалко, что не сработал у нас этот телевизор-то. Так, ты маленечко отстранись меня, выпусти это, Вася. Сейчас я попробую туда залезть и за этот, за компьютер. Вы пока говорите, я постараюсь, может быть, включу, чтобы меня-то вы видели. Говорите. А, ну, я как бы, а вот еще, что хотел, вот вы где-то упоминали в беседе Амвросия Юрасова, где-то с ним беседовали. Вот хотелось бы, в какой книге вы с ним беседовали, почитать? Это. Сейчас. Ну, вот смотрите сейчас, может быть, мы сейчас что-то сделаем. А я с телефона, я, может, вас и не увидел. Ну, сейчас, вот видите, я постарался, чтобы было видно. Юрасов, так я вам же писал об этом где. Я говорил, в каком томе. Что-то вас замкнуло там. Алло. Ну-ка. Вот вы как подключили сразу, я просто с телефона сижу, на ноутбуке у меня, видимо, камера сломалась. Сейчас ничего не понятно. Подожди. Это с телефона. Он говорит, когда видео вы включили, у него не тянет телефон, он с телефона. Так что выключите. Давайте, давайте, закрою, да? Давайте, давайте. Ну, ладно тогда. Ну, сейчас как говорите? Видно? Слышно? Ну, я себя только вижу, потому что вы отключили. Ну, всё понятно, вы увидели, что мы тут снимаем как. Так, я же вам отвечал в каком томе? Нет, я вам писал в скайп, вы мне не ответили. Так, может быть, я ответил в моём мире? Ну, стойте тогда. А я в мире, а меня нет в мире. Ну, сейчас я зайду, несколько маленько подержу. Вот у меня здесь книги, 41 книга моих, я их соединил в две ленты. И сейчас найду. Вот первый, шестнадцатый тома, Юраса, всё. Сейчас я уже закатываю его. Я вам могу сказать. Вот что-то тут. Подождите-ка. Что-то, как она зашла-то. Сейчас, Василий, что она меня раскинула-то так? Вы в Ворде же были? А, нет, подожди-ка. Я его вот там где, я скрыл. Не сразу найдёшь. Юрасов. Вообще, если заново напишу. Здесь я сбоку сижу. Вот так. Теперь сейчас мы найдём. Уже вплотную подошли. Ага, вот из этого. Пока говорить можно? Вот так, Юрасов. Сейчас идёт вопрос. Юрасов. Льва Лебедева. Ага. Юрасов. Вопросы и ответы. Вопрос. Записывайте. 1340-й. 1340-й. И 1401-й. По 1401-й. Ага. Теперь, 1040-й. Сейчас я скажу. 1401-й. Ага. Так, 1401-й. Пятый том. Пятый том. Ага. Я скачаю. Почитать. В пятом томе вы там увидите под вопросом. Пятый том у меня с 1402-й по 1500-й том. По 1500-й вопрос, наверное. Да, я что мог. Сейчас ещё раз посмотрю. 1340-й. Ага. А, минутку. Минутку, сейчас гляну. Ну, я так и записал. Так, сейчас посмотрим. Вы-то записали, а я тут скрыл 1340-й. Так, минутку, сейчас посмотрим. 1340-й. Это четвёртый том. Четвёртый том, четвёртый. Ага. В четвёртый переставьте. Потому что там только один, наверное, вопрос будет. Всё. Четвёртый. Вот такой ещё вопрос вот про крещение. То, что вот я узнал, вот, ну, бабушка у меня осталась. То, что она говорит, как меня крестили. У меня даже, ну, в детстве его, даже крёстных не было. То, что, ну, то есть, нельзя то, что в младенчестве, чтобы крёстных не было. То есть, их записали заочно. Так ведь нельзя, да? Понимаете, вот оно всё построено, говорит, на дымном надмении. Нету этого Слова Божьего. Ну, желательно, чтобы были воспитатели, помогали. Ну, если нету, заводчину, тоже не знаю. Это надо разговаривать со священниками. Я не могу отвечать на те вопросы, которые не освещает Библия. Ничего этого нету. Это всё пришло позже, и они меняли десятки раз. Проще всего сказать, что не пойдёт. А спрашивается, почему не пойдёт. Когда договорились, а в этот день его куда-то вызвали. А он готов воспитывать ребёнка, помогать. Я скажу, можно заводчину. Будут говорить, а вот я отрицаю. Это мне напоминает Конфуцию. Там, в Китае. Обратились, ну, а как быть вот за умерших-то? Надо, нет, беспокоиться. А он ответил, говорит, если я скажу, что надо, вы, говорит, на кладбище будете жить. Если я скажу, не надо, вы их хоронить не будете. Поэтому умрёшь, узнаешь, есть ли польза или нет. Нет, просто ещё она мне сказала, что про погружение спрашивала у бабушки. Она сказала, что не было. Ну, погружать в воду не погружали, так вот. Всего намочили. Вот это вопрос. Вопрос главнейший. Здесь должно быть уверовать и полное погружение. Если погружения нет, не было смерти. И человек живёт, как был и жил. Это уже тут никак. Кумовья, в какое время там. Это всё пришло потом. Не имеет обоснования на страницах Библии. А это, это прямо указано. Канон. И 50-е апостольское правило. И дальше. Евнах и Пилипса шли в воду. Ну и все крестили. Слово крещения... Заказывал, я заказывал же книжку. Да. Так что тут... Ну вот я что и спросил про Амбросию Юрасова. То, что слышал, что он тоже крест как полное погружение. Ну... Он в Ивановской области вроде сейчас служит, насколько я слышал. Мы недалеко как бы. Ну да. Если что, можно было приехать, принять полное погружение. Ну вот так. Я решил вам подсоединить, может быть. Как-то неудобно. Я не люблю разговаривать, когда нет. Я это неудобство. Как бы от вас уже идет. Ну может быть это не повлияет. Так, что еще у вас? Ну так пока что вроде бы все. Вот там у нас приезжал один, кажется, из Муром. Муром или Мурманск? Муром. Муром. Это не Мурманск. Это Муромец. А от Мурманска это далеко Муром-то? Мурманск? Да. Ну Мурманск это с север вроде где-то. А тут Муром ближе к Москве. Ну я понял, что там. Илья Муромец. Да, Петр и Феврония тоже у нас. Понятно. Их тут под одним названием-то назовут несколько. Не знаешь, к чему относятся. У одного был такой колдун. Ну ему предсказали, что его, если он умрет, около Москвы. Около Москвы. А он там где-то во Франции был и натворил делов-то. Его поймали. А он улыбается. Я знаю, что мне возле Москвы. И смотрит уже, костер раскладывает, все. И он что-то видит, что ненарошнейшее дело-то. И говорит, а вот эта деревня как называется, прямо рядом с деревней? Да это, говорит, тут русские поселились, Москва назвали, говорит. И он понял, крышка ему. Это так же было и на юге. Предсказано было, что ты умрешь в Багдаде. А он совсем в другом месте. И спокойный так был. Да его там поймали, нож к горлу. А он говорит, вам все равно меня не убить. А потом разузнал-то, город-то рядом, маленький. Которые уезжают на запад. Вот они там то Москва назовут, где-то там в Америке или что-то. Серафим Саровский, ну, любил играть, как говорится, в детстве. Вот он, Новый Иерусалим там у него. Маленько холм был он у Голгофа. Ручеек течет и Ордан. Они любили баловаться-то. К народу-то не пошли свидетельствовать, но играли всю жизнь. Понятно. Так, вроде бы, вроде. Все, пока вопросов нет. Все, а вам сколько лет-то? 26. 26. Вы бороду бреете? Ну, пока нет. Не надо трогать, не надо. Если мы православные, значит, вопрос даже поднимать не надо. Вы посмотрите, как совершеннейший человек, это наш Господь Иисус Христ. Вот где его безбородом видели? Ну, правда, сегодня протестанты рисуют и без бороды. А у этих афроамериканцев там и негром его рисуют. Да, и говорят, они негромы. И нарисовали его в кепке, в футболке. А китайцы нарисовали его узкоглазым таким же, как он. Ну, это вообще. Вот начинают на севере переводят. Вот, хлеб наш насущный, дай нам. А там хлеба-то нету, они его не видели. Они перевезли юкола, сушеная рыба. Я говорю, а почему нам не переводят? У нас смоковницы нет, смоковница так и стоит. И все названия эти, какие там есть. И мы стараемся узнать. Я не видел, как она маслина растет. В Сибири живу. Зачем? Вот я считаю, не надо это принижать. Хлеб, значит хлеб. Показать, как растет пшеница. Ну, и маленько дать ему. Все равно хлеб-то там привозят. Ну, и показать, какой хлеб. Сказать, вот так. Можно рассказать-то. А для себя притягивать и по своему уровню все пояснять. Такое у него представление будет приниженное. А вот еще попутный такой вопрос. Допустим, вот есть же. Ну, вот мы православные. Там, в Индии, там, у них своя вера, там, буддизм и какие еще. Вот как вот Бог будет судить вот их, ну, вот, нас по Библии, ну, а вот остальные как... Апостол Павел говорит, которые, не имея закона, совестью движутся. Одиннадцатая глава послания к римлянам. Совесть их то судит, то оправдывает. А как люди жили до закона? Вот пять тысяч пятьсот восемь лет. От Адама до Христа пять тысяч пятьсот восемь лет. Ну, отнимите от этого тысячу шестьсот, чтобы нам к Моисею подойти. Ну, даже две тысячи до Врама. Ну, там-то еще три тысячи лет-то. А как эти три тысячи лет-то жили люди? Закона вообще не было писанного никакого? Не было? А как жили? По совести. И когда совесть не стала уже отвечать, сожженная совесть, Иоанн Златоуст говорит, тогда Бог дает писанный закон. Поэтому Евангелие, оно не первично, а вторично. Вначале на первом месте совесть стояла. А сегодня у нас без писанного закона мы шагу не шагнем. Но другое поколение. И нам дано повеление, любите меня, соблюдите мои заповеди. Как они могли так помнить-то все? Ведь писал, когда Моисей, ну, это же далеко ушло. Вначале Бог сотворил небо и землю. Откуда он знал? Это из поколения в поколение передавали. Передавали. И не сказили нисколько. Вот что удивительно. А мы сейчас через день что делали уже? Записывая дневник, я сижу и думаю, это было или не было. Братья спрашивают, вчера или позавчера было? Ну, монотонная такая жизнь в городе, ничего больше нет. Это за что-то зацепиться-то надо. Какое-то событие. Сейчас иногда событие такое, что-то новое из интернета узнаешь. Ну, сообщат там в Сирии, там убили, самолет сбили. И уже как-то дата. Вот когда Лыковых обнаружили на Абазе, там, Песков, этот журналист, Василий Михайлович, и они когда рассказывали, то вот в Москве рассказывали, знаете, когда пожар был, от пожара считалось, а они считались от сна Агафьиного. Она видела кедр такой, и орехи были, большие, с чашку. Это так поразило их, таких орехов не бывает. И они от этого времени, как новая эра у них шла. Ну, думаешь, ну для них это событие было. Еда бывает, где-то волк задрал человека и говорит, а помни, в каком году было? Да вот на третий год от этого события. А мы знаем главное событие о Рождестве Иисуса Христа. И вот мы считаем сейчас 2016 год, хотя это тут по ошибкам, на 4 года. Уже обнаружена она. 2020 идет. Ну, так вроде все. Ну и хорошо. Вот я сказал вам про бороду. Но я вам сейчас скину материал. А у меня книжка есть ваша. Я же заказывал вас. К Кыстному православию. К Кыстному православию. Там обрадобрите, это все и есть. А где у вас книга эта? Далеко? Тут, вот рядом, на полке. Ну-ка покажите. Сейчас, секундочку. Вот такое дело, брат. Видно? Да, видно. Моя книжка. Так. Вот еще. Для Слова Божьей нету. Мне и говорили еще. Ты все знаешь, оказывается. Там о крещении написано. Я знаю, я читал. У нас иконы, иконы, иконы. Бритых-то никого нету. Не было. Сомнения, ну, как бы постигают то, что... Говорят, вот, если тебя облили, то действительно, то, что ты дух святого, так, если будешь перекрещен, ну, креститься там. Хула на дух святого типа. Ну, это все выдумки, не было, обман. Обман выправляется. Это в Ветхом Завете было, что если сегодня нельзя, то завтра. Ну, принесли парнокопытное животное. А если человек согрешает, это все равно, что, говорят, задушающий пса или проливающий кровь свиньи. Вот и все сравнение. Ничего не было. Человек не знает ничего. Даже если полное погружение было, его не научили. И это может быть недействительно. Он не может родиться. Они просто не знают. Лука. Воина Ясенецкий тоже там писал. Да. Еще писал тоже, вычитывал я, космо равнопостольский, как и вот на Э, не помню, вот. То, что он пишет, что даже с размера блохи, чтобы не было там, не обли... Ну, пустого места, чтобы не было. А на Афоне-то сейчас, который приезжает из России, они ни во что ставят это мочение. Они их ведут сразу в море и погружают. Это обман. Да ни один сектант сегодня этого не делает, чтобы не крестить. Только попы вот этой дурью маются, латинской. Приняли от католиков эту заразу. Что это за крещение такое? Надо перекрещивать. То есть это не перекрещивание. Там обман был и весь сказ. К нам приезжают иногда иеромонахи. Они крестятся, возвращаются и дальше служат. Хула, надуха. Это вы, хулитель. Так им можно ответить. Все перепортили, не дают выправить. Без фундамента. Дом без фундамента. Что делать? Ничего не делать. Подводить фундамент надо. На песке разрушится. Ну, вот я это, снимаю вот видео, ну, видеосъемкой занимаюсь. Свадьбы, вот, крещение бывает, нанимают вот. И у нас обливают, у даже взрослого. Взрослый человек стоит и вот просто ему... Ребенка-то хоть могут облить вот так. А взрослым чисто голову помочили, это у нас в монастыре. Я видел вчера, только, кажется, ролик такой. Довольно хороший такой сосуд. Маленького ребенка крестит. Маленького. И он ножками там упирается. Вот до сих пор три раза кулулся. Даже безобразник, разбойник, поп-то. Его за хвост да в яму. Да разве это можно? Ребенок зажил, рук над... Посмотри, как у нас крестит батюшка-то. Ни один старый обрядец, который содержит обряд от князя Владимира. Ни один за триста лет не был погружен так. А с тех времен от князя Владимира вообще ни одного не было, чтобы не погружены. И весь сказ. Погружение, крещение, погружение, другого толкования нет. Как говорит Кирилл Урусталимский, как в могиле скрываемся, так и в воде. А как он скрывается-то? Наружи. Сегодня крестят в мавзолее кто лежит. Наверное, во имя его, что не в земле. Тут не надо играть. Это мое спасение. Оно мне в руки дано. Я должен... Нет там. Ищи того, кто может правильно покрестить. Ищи. У нас... Мы долго стущали. У нас есть кому крестить. Приезжали священники разные, которые уже знают как. А сейчас уже прямо в патриархии находятся, которые моченых начинают крестить. Это я считаю, как пищать какая-то. Все, ни купить, ни продать. Знаешь, что надо полное погружение? Ну тебя же крестили. Но не крестили, не было. А сейчас выходят с кисточкой, покропят. Там, чтобы объем блохи не был крещен. А сейчас капля попала одна, а девши стоят, повзимные. Все крещеные. Вот я могу даже дословно вам это прочитать. Я распечатал себе. Хотите? Да ладно. Вы можете скинуть, что нужно там под этим. Ну все тогда, да? Просто в вашей книге вот этого как раз нет, можно было добавить. Да нет, вот тут все не возьмешь. Сегодня что говорят. Я беру по тот период, который считался. А это, допустим, Война-Яценевский его, ну сколько, лет пять назад там канонизировали. Так не есть. Но вот если бы он сейчас живой был, его бы что-то... Вы еретики записали, что ли, что он говорил полный, что надо? Ну да. Так было всегда. Да. Знаете, такой развал патриархии. Да как вы можете там с ними иметь общение? Я считаю благодатной, но если он неправильно делает, надо учить. И все. А неправду мы можем везде найти. У старобрядцев за 300 лет ни одного благовестника, ни одного миссионера, еще хорошо, через смешанные браки. Он парень, жениться надумал, берет любую язычницу, ее там помочат маленько или крестят по-настоящему, как бы там ни было-то. Все, она жена старая обрядка, теперь от них идут дети, старая обрядца. А никто не знает ничего. Проповеди нету, вообще нету. Я не говорю про всех, я говорю как обычно. Вот у нас только сейчас один женился, знакомый, прям, ну, близкий. Прям нам близкий, даже он родственник по жене. И ее взял, и она присоединилась. Но она крещеная, правильно, была, значит, ее тогда в воду ставят, там, не погружают, а перемазывают, чтобы она отреклась от ереси Никаньянской. Поэтому ни Серапим Саровский, ни Феофан Затворник, ни Анкараштадский, и Гнати Бричининов, это для них не святые, чтобы их не поминало даже. Ну что, нормально? Понятно. Ну так, все вроде. Ну все, слава Христу. До свидания, спасибо. Ладно, с Богом. Если что-то у вас будет сложно, побольше вопросов накопите, и тогда, где в скайпе, напишите, свободен я или нет, так сразу не звоните. Ну я и написал сразу, да. Да, вы хорошо поступили, замещаний нет никаких. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok